здравствуйте мои замечательные зрители сегодня татьянин день у всех татьян именины я поздравляю с праздником и чтобы ангел-хранитель оберегал нас весь год сегодня пику яблочный пирог этот пирог готовится очень быстро легко яблоки в нем практически невидимы он называется еще невидимка и так для приготовления такого пирога нам потребуется 4 яблока 2 яйца 50 граммов сахара 120 миллилитров 100 миллилитров молока 70 граммов муки щепотка соли разрыхлителя 3 грамма ванилина щепотка ну буквально на кончике ножа и лимонный сок чтоб яблоки не потемнели дополнительно нам потребуется у меня есть вот такое абрикосовое пюре можно абрикосовый конфитюр варенье все подойдет и 50 миллилитров коньяка а также немного сахарной пудры и так взбиваем яйца и сахар до белой пены и увеличение в объеме я буду делать это миксером то есть очень легко мы не разделяем на белки и желтки просто разбиваем смешиваем с сахаром и начинаем взбивать тем временем я ставлю масло растапливается масло вот на либо на водяной либо вот на небольшом огне в растопленное масло вот так мы растопили масло вливаем молоко чтобы температура ну чтобы смешать температуру чтобы это было одинаково и всю эту смесь вводим личную яйца сахар хорошо смешали как это вверх выглядит что крепкая пена главное чтобы яйца не свернулись добавляем сюда разрыхлитель чуть-чуть ванилина и муку муку предварительно всегда просеиваем чтобы насытить ее кислородом немного разрыхлителя как немного 3 грамма вполне достаточно и немного ванилина буквально на кончике на и перемешиваем я перемешиваю миксером как всегда на небольших оборотах начинаю щепотка соли и все перемешали и начинаем готовить яблоки вот такое у нас получилось яично мучная смесь вот очищаем и тонкими слайсами режем яблоки если вы любите более яркий вкус то можно вот цедру лимона добавить в нашу вот эту мучную смесь все это очень индивидуально пока я чищу яблоки я разогреваю духовку до 180 градусов потому что торт пирог мы будем отправлять в разогретую духовку режем очень аккуратно вот такими слайсами чтобы яблоки не поломались вот эти дольки они должны быть тонкие чтоб равномерно распределиться по вот такому тесту так и потом я их отправляю в тесто ну вот так я нарезала у меня яблоки грэми смит они прекрасно режут форму держит форму сейчас в дикте они продаются всю эту неделю по цене 80 рублей за килограмм очень много лимона я добавила поэтому немного вот сахарной пудры вот так обваливаю и отправляю в тесто тем временем я смазываю сковородку вот такую разъемную форму сливочным маслом и аккуратно знаете вот такими как бы снизу вверх ну очень аккуратно надо чтобы яблоки не поломать но в тоже время чтобы вот вот эти яблочные дольки полностью были обвала чтобы тесто их полностью обволакивала чтоб никаких смешан слипшихся долек не было аккуратно выкладываем смазанный противень так разравниваем все это и отправляем в зависимости от вашей духовке здесь вы смотрите на 30 минут или 40 минут первые первые 25 минут духовку не открываем просто вы посмотрите вот по шпажки на сухую палочку чтобы и если палочка будет лучинка будет сухая значит все ваш пирог готов прошло 35 минут судя по запаху пирог готов поэтому выключаю духовку чуть-чуть приоткрываю и даю немного остыть вот я его достаю вот он такой получился и теперь это можно это дополнительно то есть мне вот нравится когда вот так немного смазываю абрикосовым джемом или просто протертый с сахаром абрикосы смазываю сверху таким повидлом вот пирог становится таким красивым теперь наливаем немного коньяка в половник немного 50 миллилитров больше не надо и этот коньяк поджигаем прям в половнике что горит могу понять ай-яй-яй так так не получается поджечь в половнике поэтому вот так немного поливаем прям чуть-чуть буквально чуть-чуть чуть-чуть поливаем коньяком поджигаем нам нужно выпарить вот вот эту ой какая красота смотрите в половники у меня не удалось конечно поджечь вот так выглядит не знаю видите не видите вот сейчас коньяк весь спирты испарятся и будет вот этот привкус он ничем не передаваем так теперь ждем пока остынет снимаем кольцо снимаем кольцо даем полностью остыть после этого посыпаем сахарной пудрой вот не остыл поэтому еще пудра сахарная немного вот сразу тает поэтому если у вас есть время колу ну конечно надо чтоб он полностью все остыло окно и пробуем пирог очень нежный ну вот на срезе получается вот такой пирог то есть на тесто практически нет одни яблоки очень ароматный и очень вкусный дорогие танюши татьяны танечки поздравляю вас с праздником пусть исполнится все ваши желания подписывайтесь на мой канал до новых встреч пока пока пока